Сейчас одна школа у нас закрыта и переведена на дистанционное обучение, это Жармутская школа. Переведены со 2 по 11 класс ученики, 495 учащихся. И началка в этой школе 60 учеников продолжает обучение. Диагноз COVID-19 жителям Одинцовского округа стали ставить чаще. Прирост наблюдается среди тех, кто старше 60 лет и школьников. На дистанционное обучение по рекомендации Роспотребнадзора перешли 8 классов в 7 образовательных учреждениях. Система здравоохранения муниципалитета к подъему уровня заболеваемости готова. Мобилизация коечного фонда не требуется. На сегодняшний день 881 инфекционные коеки. Это в Никольской больнице и в 45-й больнице Звенигорода. Из них 37 реанимационных коек. Есть возможность увеличения до 54 коек реанимации. На 1 октября лечение от коронавирусной инфекции в больницах муниципалитета проходит 643 пациента. Из них только 154 жители Одинцовского округа. Есть смертность и она проявляется больше в группе риска. Это пациент от 60 до 80 лет. Всего от коронавирусной инфекции смертность составила 203 пациента. Рост заболеваемости есть, но ситуация под контролем. Сдержать распространение коронавирусной инфекции поможет использование масок и санитайзеров. А жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендовано по возможности оставаться дома. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.